Тегеран заявляет, что возобновит обогащение урана, если Вашингтон не будет соблюдать условия ядерной сделки. Израиль угрожает применить силу, а Европа, похоже, предпочитает откупиться. Все детали этих сложностей узнаем от Сергея Услендера. Я напомню, договор между Тегераном и шестью странами, в числе которых были США и Россия, был заключен в 2015 году. Иранцы обязались не разрабатывать ядерное оружие, а страны Запада снять санкции и допустить иранские энергоносители на свои рынки. С самого начала Иерусалим был категорически против этой сделки, полагая, что Иран просто не будет выполнять ее условия. В апреле этого года были рассекречены детали операции израильской разведки. Ее агенты похитили в Тегеране иранский ядерный архив, который неопровержимо доказывал, что Тегеран действительно продолжает разрабатывать бомбу. А 8 мая президент Трамп, основываясь в том числе и на этих данных, принял решение о выходе США из ядерной сделки и заявил, что США наложат санкции на Иран и на всех, кто будет с ним сотрудничать, включая европейские компании. Сегодня Европейская комиссия начала процесс, чтобы защитить интересы компаний ЕС, инвестирующих в Иран. Мы продолжаем придерживаться условий сделки и намерены сделать все, чтобы облегчить деятельность наших компаний, которые работают в Иране. Для этого мы готовим условия и средства, чтобы компенсировать им возможные потери от санкций. После выхода США из иранской сделки в Тегеране заговорили, что раз один из ее основных участников, можно сказать инициаторов, не будет соблюдать ее условия, значит и Тегерану делать это совершенно незачем. В агентстве по атомной энергетике Исламской Республики заявили, что собираются возобновить обогащение урана до 20%. Это прямой путь к созданию бомбы. В свою очередь Израиль начал угрожать, что может решить эту проблему военным путем, то есть разбомбить иранские ядерные объекты. Все это сильно напугало Европу и там заговорили о некой финансовой компенсации Тегерану. То есть попросту предлагают заплатить ему деньги за отказ от разработки ядерного оружия и за прекращение угроз в адрес Израиля. В Иерусалиме предупреждают, это скорее всего не сработает, а деньги, которые Тегеран вероятно получит от Европы, просто пойдут на ту же самую разработку ядерного оружия. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер.